Настак отчитался о финансовых результатах. Fortress Capital Investment собирается избавиться от Fortress Prime и о заседании по кредитно-денежной политике Центрального банка России. Подробнее об этих событиях в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Настак отчитался о финансовых результатах за четвертый квартал прошлого года, показав смешанную динамику по ключевым направлениям деятельности. В частности, чистая выручка в отчетном периоде составила 536 миллионов долларов, и что на 4% выше, чем в четвертом квартале позапрошлого года. В основном рост показателя обусловлен приростом операционной прибыли на 37 миллионов долларов, который компенсировал 18 миллионов потерянных на курсовой разнице. Кроме того, компания выкупила обыкновенные акции на сумму почти 67 миллионов. И кроме того, через выплату дивидендов и процедуры обратного выкупа акций, Настак в прошлом году вернула акционерам капитал на сумму около 526 миллионов долларов. Настак также опубликовала разбивку по источникам выручки, которые показали весьма смешанную динамику в отчетном периоде. На долю рыночных услуг приходится 36% чистой выручки, и это самый значительный сегмент бизнеса. Однако в годовом исчислении показатель снизился на 3%, до 195 миллионов долларов, по сравнению с 200 миллионами долларов в четвертом квартале позапрошлого года. И это снижение также обусловлено курсовой разницей. Fortress Capital Investments собирается избавиться от Fortress Prime, брокерской компании, которая вот уже долгое время не выплачивает клиентам причитающиеся им средства. В последний раз брокер пообещал расплатиться в конце января, но, судя по всему, и на этот раз клиенты не увидят своих денег. По некоторым данным, Fortress Capital Investments материнская компания Fortress Prime предлагает крупным клиентам для начала выплатить компенсацию в размере 25 центов за каждый доллар, а потом и согласовать график полного погашения долга. Небольшим клиентам обещают выплатить задолженность сразу и в полном объеме. Осведомленные источники также сообщают, что полностью будут компенсироваться суммы до 150 тысяч долларов. Некоторые клиенты уже задумываются о том, чтобы подать в суд на Fortress Capital Investments и Fortress Prime. Однако, пока информация о инициированных судебных разбирательствах не подтвердилась. Брокер зарегистрирован в Дубае, а это значит, что многим клиентам судебные тяжбы просто не по карману, поскольку масштабы судебных издержек могут в значительной мере превысить размер их депозитов на счетах Fortress Prime. Вчера состоялось первое в этом году заседание по кредитно-денежной политике Центрального Банка России. Как и предполагалось, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых на фоне новой волны снижения нефтяных цен, роста риска ускорения инфляции и в связи с вынужденной адаптацией российской экономики к ухудшению ситуации на мировых сырьевых рынках. При принятии решения по ключевой ставке учитывалась ситуация в экономике, где возросли риски продолжения экономического спада из-за снижения нефтяных цен. Также принимались во внимание факторы высокой долговой нагрузки российских компаний и учитывались процентные риски для банков и их заемщиков. По прогнозам ЦБ в 2016 году снижение ВВП в России будет более значительным, чем прогнозировалось ранее в базовом сценарии. Период дополнительной адаптации может занять несколько кварталов, а темп прироста ВВП выйдет в положительную область лишь в 2017 году, но останется низким. Эксперт брокерской компании Фикс Про Александр Куптикевич отметил, что в моменте рубль не отреагировал на заявление, но в перспективе нескольких дней комментарий ЦБ сделает российскую валюту несколько сильнее на рынке Форекс, чем она была бы без него. На этом наш выпуск подходит к концу. Оставайтесь в курсе всех событий с Дукаскопи ТВ. До завтра!